всем привет с вами 10 киловольт в этом видео я хочу выполнить просьбу подписчика о том чтобы пролететь навигация в общем навигация от простого к сложному boeing 737 300 скачаны с сайта riko имеющие свои фишки дефолтный но не совсем я так это назову полет будет из кабины то есть я буду сидеть именно на месте командира квс и никаких не буду вызывать панелей просто нажимать кнопки 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 но иногда пользоваться клавиатуры полет опять магнитогорск как вот на як-40 мы летали магнитогорска уфа просто хочу показать насколько это будет быстрее насколько удобнее насколько проще на боинге летать по таким маршрутам полет от vr к vr просто разделена на четыре части ну тут вариантов много либо заходить пролетать нужный участок либо правильно заходить уже на посадку то есть это удобно делать уже для подготовки захода на посадку что сейчас будет примерно продвинтанстрировано поэтому давайте начнем видео должно быть коротким а поэтому нужно начинать уже сейчас планировщик полета то есть все начинается с карты данный момент у меня есть уже такие маршруты магнитогорск уфа скоро уфа прекратится сколько можно будет другие полеты в на як-40 по приборам уже а дф то есть по автоматическую радио компасу и поэтому у меня просьба будет к вам найти где-нибудь такие аэропорты которые вы желаете где нет вор маяков мне нужны аэропорты где из пункта вылета небольшой перелет из пункта вылета в пункт прилета не было ни одного вор маяка достаточно чтобы были опор с и дальний ближний привод все итак маршрут составлен высота 6 500 6 400 5 5000 метров опять у меня почему-то вот 6 400 есть вор магнитогорска есть опорный пункт 1.1 я буду называть есть опорный пункт 2.2 есть авиаэр прилета а также аэропорт прилета аэропорт вылета прилет вылет вор опорный пункт опорный пункт вор все это есть нажимаем ok зачем сохранить до сих пор не знаю что я изменил их не помню и давайте начнем забивать по такому же методу здесь есть фмс фмс не такой как мы ждали фмс простенький и его можно включить крутилкой вот этой меню нажать выбирать тут кое-какие конфигурации я оставляю на map то есть на территорию показывать территорию качество картинки ха-ха-ха вообще ужасно но для меня то есть для этого полета очень даже пойдет я вижу немного маршрут я вижу куда лететь я могу включить аэропорты то есть вот зона связи я вижу обычно эта зона совпадает зона запросом на посадку я могу включить точки gps то есть точки о паре с дальний ближний привод что показывались можно было отсюда брать также точки выхода захода на посадку и так далее отвлекаемся мы сейчас это изучать не будем и вообще мои видения учебные поэтому я показываю только как можно как использовать данные нам самолеты приборы в нужных нам действиях конкретно получать удовольствие от полета и так самое простое что можно сделать никуда не полезу просто вызову опять штурманский журнал и буду знать у меня все в километрах высота километрах а вот то есть расстояние километрах а вот высота футов как ни странно очень странно но не что по сравнению с тем что что есть в яке так значит отвлекся здесь все будет расстояние в самолете естественно в милях но здесь километрах но нам по идее это дело не пригодится переводить даже не придется вы ради интереса можете перевести допустим от вор маяка магнитогорска до первой точки нужно пролететь 107 километров это сколько в милях переведете и для саморазвития я в данный момент буду пользоваться фмс он мне поможет здесь 35 стоит масштаб подлитая даже не буду ничего делать вот 35 оставлю давайте вводить в правое поле nav1 вот nav1 правое поле многие сейчас некоторые скажут да мы все знаем кичу но не все знают кто-то пришел последнее время пришли очень много новых игроков а видео довольно старые их искать очень тяжело но иногда выскакивают довольно неплохие и спорить не буду nav1 забиваем чистоту вора маяка вылета 114 10 можно этой крутилкой можно просто в поле это самолет я дам ссылку на в описании под видео будет ссылка на эти самолеты сайта река которую можете скачать и себе установить переводим в левое поле активат активация то есть активируем эту чисто сюда вводим сразу в ее эры маяка при прилета то есть уфы 112-30 и ничего пока не делаем потому что нам еще рано его использовать в нав2 чтобы мы уже ловили в маяк прилета то есть вор тоже вводим 112-30 дублируем дело в том что это делается в этом самолете именно потому что сейчас его наглядно покажу на за мы нажимаем сюда по центру я делаю именно так летаю на этом самолете мне так удобнее мне так классно и вообще как кайфово сейчас включено вот эти два переключателя вверх на вор один вор два вор один показывает мне а километр расстояния но стрелочка туда не показывает поэтому рекомендую на этом самолете ввести сюда дальний привод вылета я знаю из прошлых полетов дальний привод вылета составляет 480 забиваем 480 это делать не обязательно это просто информация 480 ввели и на адр переключили теперь я знаю где расположена у меня дальний дальняя . и она мне поможет уже при взлете поможет при полете дальничном укажет где находится вор маяк примерное расположение тем более я знаю что вор маяк в этом аэропорту находится непосредственно в аэропорту поэтому даже указываю указание примерное указание указания на дальний привод дпрм мне вы покажет где расположен аэропорт здесь расстояние не показывается поэтому опять включаем вор это как информация для взлета чисто для взлета далее в били теперь полетим по маршруту здесь я забиваю конечно это делаю позже но забью уже сейчас вот в это вот это крутилочкой переключатель пеленга вор нав один вот как раз что мы забивали частоту вот это и руководит этим всем делом мы забиваем курс который нам нужно будет лететь курс маршрута 312 забили 312 а тот наш курс маршрута здесь забиваем скорость полета я так скажу я здесь забивают 350 километров в час самолет с выпускаемыми выдвижными огнями посадочными и а здесь неразделенно то есть большой свет малый свет и так далее посадочный свет и поэтому мне нужна скорость такая чтобы они не разлетелись эти самые то есть не отлетели эти самые движные фонари курс взлетный знаю в этом аэропорте 4 грубо говоря здесь можно 10 поставить то есть полоса первая мы взлетаем с первой полосы поэтому можно смело поставить даже 10 то есть первая полоса курс 10 но я знаю точно здесь 4 по носу самолета высота полета 16400 400 выставляем 16 400 5000 метров есть 5000 скорость набора высоты вертикальная 8 метров в секунду включаю подготавливаю автопилот не включаю автопилот как многое многие ошибочно воспринимают это а подготавливаю самолет подготавливаю его к автопилоту то есть уже чтоб меня не отвлекаться тем более у меня нету второго пилота как всегда и мне придется действовать одному далее закрылки 5 автоторможение рта прерванный полет если мы руды уберем назад самолет начнет тормозить время время полета 19 минут мы не уложимся в это время потому что я не знаю откуда оно взялось до этого самолета но мы в это время не уложимся и теперь тангаж тангаж придется так выставлять я ставлю на 3 тангаж вообще на этом самолете больная тема уже пятилетней давности потому что многие споры должно быть на 5 должно быть зеленом поле здесь она мне в данном самолете она не анимирована поэтому я не могу видеть где она стоит а вызывать панель рудов не хочу там видно включаем автомат тяги и начинаем пробовать взлет то есть ну осматриваемся по сторонам смотрим что да как и начинаем взлет пара 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 также здесь есть речевой форматор достижения скоростей в ван ротей на виту то есть нам подскажут когда взлетать скорость взлета скорее всего будет 160 километров в час дальше мы потихонечку до 190 будем набирать километров в час не вру узлов потихоньку будем набирать и все это будет плавно высота круга 2000 2400 футов где уже можно включить автопилот высота подлета 4000 метров где уже можно набирать скорость дальше за этим за эти все высотами сейчас от балды то есть вот как летают здесь боты так я вам оговорю диспетчера я слушаю и вот так они летают давайте начинать взлетать автопилот не трогаем ничего не трогаем об начинаем взлет держим на тормозах руды на 60 отпускаем тормозов руды вперед потихоньку можно на режиме тога взлетать включаем это все одна была раньше все обогрева я включаю это все надо было раньше но самолет пойдет прямо у меня хорошая погода 13 так первая команда прошла посмотрели по сторонам никого нету взлетная чистая продолжаем набор скорости для взлета набор иван иван ну чай про то ведь вечер виту как раз хорошо убираем шасси руды прибираем и удерживаем скорость потому что на закрылке работаем согласно пкп пурпурной перекрестью нос вниз 2 400 высоту набираем скорость 185 руды прибираем работаем пока перешла стрелка у нас на дальний привод полосы 1 пкп перекрестье говорит нам надо нос вверх задрать да не хочу эту панель вызывать 2 400 включая автопилот включая удержание скорости поехали дальше теперь я могу спокойно уже начинать рулить дальше прерванный полет выключаем нам он не надо начинаем закрылки один одно положение убираем и начинаем мы должны по идее на 4000 подняться и только потом выходить на курс наш полета по маршруту он но я начну это уже сейчас потому что иначе это все затянется 312 курс выставляю на автопилоте на 1 курс курс автопилота выставляю 312 продолжаем со скорость 190 до 4000 футов и выключаем большой свет уже отключаем рулежную фару на 10000 отключим посадим выпустим пассажира после такого взлета им надо будет срочно в туалет теперь я лечу согласно навигации вот она наш маршрут я лечу параллельно нам надо на него выйти на этом самолете сделать это просто все очень просто переключаю право в левое поле в на в 2 и вижу что у меня уже словился biore маяк уфы и до него 120 миль синяя стрелка на df надо дальний привод магнитогорска здесь магнитогорс зеленая стрелка на вор маяк уфы 4000 прошли убираем закрылки полностью набираем скорость 200 400 километров в час пока 400 было наоборот сначала набрать 400 набирать потихоньку и забирать закрылки и убираем фар все взлет произвели замечательно теперь начинаем выходить на маршрут что нужно сделать для выхода на маршрут мы знаем согласно этому прибору что вор маяк у нас находится сзади потому что тут треугольник показывает назад был бы впереди треугольничек был бы здесь и показывал верхушки сюда мы знаем что самолет нос самолета вот он по стрелке это видно и курс будет туда у нас мы знаем что слева у нас наш маршрут а также знаем что мы летим согласно направлению параллельно этому курсу начинаем поворачивать на него под 45 градусов градусов по носу самолет и нажимаем вор лог как только здесь на загорится лог значит мы поймали курс самолет самого поймал и нас поведет этим курсом самолет такого плана и он белый я его взял белым то есть ничейный ничейная раз ничейный много-много там ливрей это боем 737 300 есть боем 737 400 500 400 по моему есть я не помню ссылочку скину а там там посмотрите а теперь можно забить вор то есть на в 2 чистоту вор маяка уфы для информации а когда же мы как на яке когда же мы подойдем и когда схватит во чем ближе то есть как будет ближе ближе и сравняется тогда включится захват это для информации 12 миль отлетели 107 километров лететь включаю двор один подходим скоро все сработает здесь убираю обратно обрубка ставлю вор маяк уфы и жду высота 10000 практически 10 тысяч все загорелась лог захват высот то есть удержание высоты стоит лог загорелась удержание курса стоит удержание скорости стоит все дальше пойдет можно сказать автоматический полет мы выходим на маршрут вот по на эту красную линию и самое время 10000 проходим 8 метров в секунду продолжаем такой же набор я могу увеличить теперь скорость пассажиров мы можем отпустить что-то на французском там увеличим скорость 450 километров в час да нет давайте 500 лететь 19 минут мы не уложимся проблема как раз не в том что самолет здесь скорее всего маршрут построен на основании другого самолета не именно боинга а именно другого самолета может даже истребители потому что на 17 минут такой маршрут но никак далее проверить все это дело я не смог то есть наблюдая и узнавая какие есть рейсы из магнитогорская выяснил что в уфу не летает прямые рисы поэтому проверить информацию мы не можем и это все идет сейчас от себя тина полнейшая просто показываю как лететь именно от work war маршрутом созданным маршрутом из трех точек из двух точек то есть три маршрут 3 маршрутного направления из трех из двух точек созданы теперь подготавливаем уже выход на точку мы летим на точку первую надо подготавливать на точку вторую вызываем опять штурманские журналы смотрим на вторую точку курс 233 устанавливаем автобилот 233 он у нас свободен подготовлено все больше ничего не надо больше ничего не надо высота 6 500 хотя ставил 6 400 интересно но берем 16 500 еще ускоримся часы я включил 9 минут 9 минут вот сейчас показываю конкретно судя по всему мы от вор маяка до первые точки должны были лететь 7 минут а мы уже в полете 9 и еще далеко нам подлетать ладно потеряли минуты 3 потеряли мы минуты 3 пока взлетали пока разворачивались потеряли но нам еще далеко летит до поворота вот он где плохо видно будет сейчас многим я сюда пореже буду заглядывать будем лететь 14 футов видео я не знаю такие подобные видео на моем канале уже существуют и изначально я вообще думал какой смысл их снимать но на самом деле много много игроков по присоединилась ввиду того что симулятор как ни странно ему столько лет раньше был немодным он много кнопочный как язвительно заявили кнопочные пилоты все мы здесь в этом симуляторе кнопочные пилоты приближаемся полет составил уже 11 минут и мы выбиваемся из графика конкретно надо 7 потом 5 минут потом 6 минут и уже посадка общее количество минут 19 на если на як-40 мы смогли по часам вывести практически полет весь то здесь мы не смогли самолет выравнивается увеличиваем скорость до 550 километров в час хватит на этой высоте смотрим сюда все в порядке приближаемся когда красненькая здесь погаснет а следующий маршрут загорится красненьким мы повернем на него или следите за расстояние переводитесь сейчас я покажу переводите 107 километров в мили и на этом расстоянии поворачивайте самолет пользуйтесь тем что далее можете пользоваться здесь вот он он маршрут можно так пользоваться включить допустим аэропорт здесь выбор за вами ибо ибо вы летаете вы будете летать на этом самолете на таком самолете и вам выбирать если вы пойдете до какой-нибудь там во всем там я не знаю онлайн полеты вы подпишитесь под их ними правами а значит будете принимать их не уже и придется вам изучать все а сейчас здесь вам летать и уже решать изучать этот самолет от досконально терминологии изучать или нет это ваше право приближаемся достаточно будет нажать кнопочку удержание курса и все жалко что здесь не функционирует где-то была тема как сделать чтобы функционировала именно крен поворот креном 15 10 градусов 25 градусов 20 градусов 30 градусов но на этом самолете у меня не настроена дабы показать вам что вы получите конкретно и он довольно резко поворачивает но не страшно самолет маленький похож на среднем магистрале ждем с 14 минут там полет у меня что-то около часа вышел весь сколько я болтал сколько настраивал полет вышел час ну то есть все вышло видео час посмотрим сколько здесь мы видим выйдет но не 19 минут точно 14 минут уже осталось 6 7 5 минут и все и время вышло 233 подлетаем проверяем на вторую точку курс 233 курс 233 на автопилоте установлен все готово ждем слежу здесь я уже говорил примерно за 4 мили вот сработало не тороплюсь не обязательно здесь торопиться включаю и поворачиваю поверачиваю курса 230 самолет и имеет автоматику он независим от ветра и поэтому будет держать этот курс как говорится во что будто не стало и не то что я к его сносит вечно его постоянно сносит ветер он зависим очень сильно тем он мне и нравится он я не считаю его многокнопочным потому что там основная нагрузка идет именно на слежением за приборами скоростью и так далее отвлекся теперь мы мы уходим на вторую точку на вторую точку вышли и можем подготовила теперь третий отрезок это уже на самый аэропорт выходить также мне уже будет расстояние 16400 мы будем на снижаться я буду снижаться где-нибудь наверное я объясню при снижении в общем смотрите мне нужно рассчитать так почему этот самолет более-менее неплох мне сейчас нужно рассчитать так чтобы с высоты 16 400 футов начать снижение с какой-то там вертикальной скоростью чтобы сразу выйти без ступенчатого снижения то есть сначала на 10000 потом на 5000 на 4000 потом на 2400 ступеньками а сразу зайти плавно на посадку я должен буду рассчитать изначально мы будем это рассчитывать наверно на 50 как будем за 50 миль так 30 миль с 10000 я точно снижусь уже знаю что с десяти тысяч я успею снизиться до галлиссады с приемлемой скоростью и сесть а вот 16 400 еще 6 400 высота 30 тысяч пополам 45 50 получается где-то с 50 еще скорость у нас высокая надо будет снижать 50 километров 50 миль когда будет вот этом приборе говор вот здесь я тоже уже переключаю мне вор один уже не надо я переключаю на вор мо вы так уже показывать где будет маршрут зеленая показывает как далеко нам еще лететь до маршрута а мы подготавливаем курс и заряжаем самолет для автоматического поворота на курс маршрута простите вызываем штурманский журнал и мы смотрим с точки 2 на вео вар маяк уфы курс 312 и был 300 я 311 но не страшно 312 оставляем тот же курс вообще я могу изменить этот курс не не буду 312 оставляем 312 и заряжаем на поворот мы переключили на фадим что все это сработало хорошо мы в левое поле перевели из или зарядили в левом поле чистоту ворма и кауфы это важно лететь 35 у меня но еще порядочно и поэтому не тороплюсь все спокойно делаю плавно расстояние 56 скоро начну снижение заряжаю варлок загорелась тут горит до сих пор hdg удержание курса по автопилоту а потом будет захват удержание на фадим снижение как всегда я начну 5 то есть вертикальная скорость будет 5 метров в секунду 5 метров в секунду но этот самолет позволит мне или ускоряться или замедляться на снижении чтобы плавно выйти на на 30 сначала у меня будет отрезочек где я смогу контролировать это дело до 30 тысяч я должен снизиться на 10 тысяч метров эта информация хорошая и поэтому на этом расстоянии я буду на любой скорости снижаться в доступных вертикальных скоростях снижения могу увеличить могу уменьшать и так далее что мне позволит а вот с 30 тысяч я уже буду снижаться на скорости 5 метров в секунду стараться чтобы выйти точно на глиссаду попасть сразу сходу но вам рекомендую снижаться ступенчато за 60 миль снизились на 10 тысяч за 30 миль ну допустим за 60 тысяч снизились на 10 тысяч с 10 миль начали снижение до высоты круга вот такое вот скорость работает 51 миля получается так что мы повернем и будем снижаться скорее всего так или чуть пораньше 50 1 то есть 50 миль 8 да начинаю снижение постепенная 5 метров в секунду пока до 10 тысяч ступенчатое снижение скорость снижения 5 метров вертикальная 5 метров в секунду снижаем скорость 400 400 километров в час этот самолет быстро снизить скорость он вот как-то пмдг шный самолет очень тяжело снижает скорость постоянно приходится интерцепторами работать самолет тоже с сайта рико не дефолтный снижается я имею ввиду airbus тоже снижается очень то есть скорость снизить очень тяжело на нем то есть придется интерцепторами работать а это наверное ввиду фюзеляжа наверное поэтому может быть хорошо снижается так поймали курс автоматически схватили заложен нами курс то есть 312 частота 112-30 вор маяка и теперь следим со скоростью 5 метров в секунду начинаем снижение до 10 тысяч будет 30 миль будем запрашиваться на посадку хочу немножко подсказать дело в том что такие самолеты как правило боинг airbus они дорогущие самолеты поэтому авиакомпания как правило не пускает его в те аэропорты где курсы глиссадной системы это обусловлено конечно дороговизны самолета боязнь потерять этот самолет а также потерять пассажиров и не за того что там жалко этих пассажиров а именно из-за того что большие финансовые потери понесет компания и поэтому она какой бы ни был супер пилот профессионал своего дела его все равно его все равно не пустят летать на этом самолете в ручном режиме но это касается не всех авиакомпании есть же такие самолеты летают и в малых странах то есть мало развитых или я не знаю чтоб не обижать просто в маленьких странах и поэтому там летают и по дальнему ближнему приводу по опрс все это есть поэтому и ручные заходы есть все существует но этого очень мало поэтому где нет курса глиссадной системы на этом самолете но не спрашивайте как туда летать покажу как можно туда прилететь буду показывать тоже и на боинге и на аэрбасе опять же я вас прошу курс устанавливал автопилота по курсу самолета чтоб не потом не было никаких конвульсий в движении выбрать следующий маршрут для як-40 будем лететь по опрс дальний ближний привод заходить на посадку согласно этим данным так 41 миль высота 13000 замечательно идем еще 10 миль 10 миль за 10 миль мы снизились на 3000 и еще 10 миль на 3000 в принципе неплохо идем тогда продолжаем полет в таком же духе потом будем притормаживать скоростью сейчас мы идем 400 км в час 216 узлов потом снизимся до 100 на 350 км в час и выпустим большой свет на 10000 то есть уже подлетая к 10000 мы будем изменять и скорость полета я не знаю куда меня посадят на какую полосу 37 пока идет все неплохо поэтому я знаю что согласно маршрутному заданию скорее всего будут сажать опять на 32 полосу я же говорю мне не проверить было в онлайн полетах там внизу ссылочка будет в описании по онлайн полетам то есть где слежение за самолетом в онлайн режиме там же можно выудить информацию уже о пролетавших самолетах вылетавших когда-то каким маршрутом они летели то есть не точки ОПРС а именно как они летели приблизительно его воссоздать можно на какой высоте с какой скоростью как заходили какая полоса но я не нашел так 35 5 миль 2000 4 мили 2000 на снижение пока неплохо могу ускориться не буду не буду ускоряться проходим дальше сейчас снизим скорость и будем выходить на посадку здесь я уже могу воспользоваться для посадки ФМС очень неплохо заодно наверное сейчас отвечу на вопрос подписчика который говорит я ФМС не нахожу есть в аэропорту есть и курс агрессивная система а ФМС его нету одна из причин кроется в том что мы еще далеко от аэропорта как правило чё я чё я нажал я случайно нажал очень случайно поэтому не обращайте внимание о какой я невнимательный так 31 миля высота ну и хорошо продолжаем снижение в такой же духе до 4000 тоже отсебятина просто другие самолеты диспетчер снижает на такой высоты в Уфе не знаю снижает 4000 сколько это метров 1290 метров снижает скорость 350 30 миль запрашиваюсь на посадку отлично давление нормально проверяем до 103 подтверждаем и начинаем заходить подготавливаем самолет согласно фмс скорость снижения наверное немножко увеличим 25 миль 9000 ладно узнаем при когда забьем уже частоту имеет курсы глиссадную систему полоса 32 курс выставляем мы летим 312 выставляем удерживаем самолет по носу согласно автопилоту здесь выставляем 32 322 можно посмотреть повнимательнее какая будет ну достаточно здесь выставить именно 320 далее летим нажимаем меню позиция ага вот она уже сработала у в у у какое слово то интересное назад навдата аэропорт идентификатор он здесь уже написан переключаем пять страниц вот здесь как раз может и не находиться если мы далеко сейчас они находятся илс 32 ар частота 109 10 получится мне показать в левом поле сейчас сразу станет 109 10 что нам и нужно нажимаю сюда все 109 10 и сработало теперь я знаю что илс находится тоже с левее и туда курсом поворачиваю пока не поздно от 45 градусов нажимаю варлок расстояние 20 миль высота 8 500 уже показывает нам пурпурная я не знаю как ромбик где находится у нас курс пилс мы туда и поворачиваем при этом я уже выпускаю а закрылки на одно положение при такой скорости даже на 2 я знаю что рапорт вот здесь находится вот так вот где-то на час вот он он пока глиссада не сработало все низкая глиссада ниже чем мы находимся поэтому мы снизим скорость еще немного и увеличим скорость снижения вертикально 8 метров в секунду выходим на сработало захват лог то есть мы летим уже захватили курс илс но не глиссаду курс илс захватили нажимаем апп я могу уже нажать то есть захват глиссады сейчас надо выйти на глиссаду расстояние 17 8 8000 6000 я думаю мы успеем снизиться до 2400 не успеем пойдет на второй пойдем на второй круг 2400 высота круга пошла глиссада на 3 смотрите идет то есть я вышел сразу на глиссаду и скорость у меня приличная скорость увеличиваем далеко скорость увеличу опять на высоту блин запутался нет не запутался просто как это все объяснить скорость снижения сделаю не 5 метров в секунду на этом самолете 5 метров в секунду не хочет он догонять глиссаду а скорость снижения я сделаю 6 метров в секунду чтоб нам глиссаду все таки догнать я вижу уже полосу 170 сколько это километров в час 315 да это пойдет продолжаю просто выпускаю еще один раз закрылки скорость выпуска шасси скорость выпуска шасси скорость выпуска шасси второй пилот вообще работать не хочет глиссада постепенно подходит аэропорт я уже вижу вижу полосу у нас все включено до автоматической посадки в этом самолете существует еще очень интересная фишка я обещал что не буду включать 2d панель никакие панельки но вам ее надо показать здесь я уже в принципе после того как мне разрешат посадку вот могу нажать эту кнопочку и nav 1 илс вот как-то autolan и будет автоматически все заряжено все будет самолет садится и сам отключится когда сядет включит выключит даже насколько я помню руды реверс этот самый интерцепторы потом выключит автомат тяги который выключается сразу после посадки именно после того как грубо говоря когда интерцепторы заряженные выпуститься подходим к центру вот она подходит все медленнее и медленнее подходит чем медленнее будет подходить время позволяет высота нам высота должна быть 2400 просто следите если не догоните глиссаду а высота уже будет 2400 самолет снижения прекратит и потом вы растеряетесь поэтому следим как следует еще тысячи футов а мы уже почти на глиссаде все замечательно все великолепно еще одно положение закрылков уху 10 миль 8 миль до вор маяка а сколько до самой выпускаем шасси еще раз закрылки большой свет то есть рулежную фару вот так включается зачем-то глиссада загорелась все мы на глиссаде заряжаем интерцепторы время есть так shift косая на пмд заряжается автоматически загорелась здесь смотрите как вверх глиссада ушла закрылки еще одно положение скорость снижаем на партиer ок замечательное спасибо еще закрылки под интерцепторы зарядили скорость посадки 135 узлов потому что мы легкие сажаю 150 узлов при этом меня очень часто ругают и что но при этом не смотрят сколько у меня топлива мне бывает полные баки ну куда мне сажать его на скорость 135 но я же просто рухнул со всем этим топливом на взлетно-посадочную полосу следите за этим будет здесь больше топлива сажать и 140 узлов здесь бы конечно зарядить ближний привод и там отключить автопилоты ведь и уже в ручном режиме ближний привод этого аэропорта 1215 попробуем а это полосы до 32 левая не буду ничего так визуально 135 закрутки в крайнее положение скорость набора 5 5 метров в секунду если на второй круг и все было подготовлено н1 зарядить не могу в этом положении на 70 я не могу устанавливать вот эта крутилка в только в 2d панели могу опять глиссада вверх прошла ну вот ближний привод вот она видимость хорошая выключаю автопилот и начинаю ручное управление потихоньку сели автомат тяги торможение блин не зарядил автотормоза так будем тормозить убираем закрылки убираем интерцепторы пришли зашли 7 навигация простого сложного посмотрим теперь что у нас получилось и и будем прощаться это хватит а значит и мунац мучает бичин я очень долго стойку шасси не опускал автомат тяги выключил уже после выпуска интерцепторов надо было раньше удержание скорости отключить и сажать его ручную автомат тяги уже потом выключил ну да ладно ну в общем желаю вам подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пусть не пропустить интересное желаю вам чтоб количество ваших взлетов всегда равнялось количество посадок чтобы не случилось всем удачных полетов следующее видео будет як-40 навигация от простого к сложному полет по о паре с дальний ближний прием маршрут пишите комментариях где бы выберу жил я буду выбирать там где я не был вот понимаете вы можете написать любой аэропорт но если я там был то придется там не лететь я хочу именно показать вот минут а где не был емкий палки где только я бы не был поэтому будет тяжело найти ну ищите где-нибудь сибири севере желательно конечно российская федерация украина можно казахстан можно белоруссия ради бога на здоровье но именно вот эти части все будем прощаться пока пока